Так, мой выбор пал на процессор Ryzen 3 2200G. Мои подписчики давно просили сделать на него сборку, но поскольку мне процессоры AMD, а тем более процессоры, да еще и с видеоядром, да еще из нового поколения, они мне не очень-то были интересны. Многие знают, что я пользуюсь сам Intel достаточно давно и, как бы, если вам интересно, можно подробно про это поговорить в будущих видео. Материнскую плату я здесь не стал ничего изобретать, взял самую простую на A-чипсете, две планки оперативки, она поддерживает очень-очень такой простой вариант. Можете доплатить и получить видеовыходы на HDMI, но при этом говорю, нам сейчас это не нужно, у нас будет видеокарта дискретная. Покупаем мы это все дело. Оперативную память я взял GoodRam 4 гигабайта, это частота 2400, говорю, все очень просто, но тем не менее, даже на A-чипсете она разгоняется до 2800, это нормально для нее, скажем, значение нормальное. Это хорошая память. Берем мы две планки по 4, чтобы получить dual-канал. Если вы будете собирать все-таки на разен, если будете использовать OKKPU как вывод графики, то, конечно, это будет dual-канал и разгон, это будет как бы база для того, чтобы вы вообще смогли этим пользоваться. И, таким образом, мы насчитали 17847 рублей, округляем до 18000. Скажем так, мы взяли память, взяли материнку и взяли сам процессор. Цена, скажем, это очень, говорю, неплохое такое подспорье для апгрейда. Почему эту сборку я не хочу, скажем так, красиво про нее и много рассказывать. Эта сборка очень простая. Эта сборка сравнима с тем, как покупка карандаша, покупка ручки, покупка тетрадки или там любого канцелярских принадлежностей для школы, каких-то базовых вещей. Эта сборка, она не для того, чтобы там тащить нагибать 100-500 фпс. Это, скажем, такой первый билет в мир каких-то компьютерных игр, компьютерных развлечений, какого-то простого, простейшего, даже можно сказать, видеомонтажа, там, работе с фотошопами и литрумами. Эта сборка, говорю, она скорее для учебы и изредка поиграть. И переходим дальше. Здесь я выбрал видеокарту Palit GeForce GTX 1050 Ti. Именно за такую цену, именно, скорее всего, это будет и Palit, или и на 3D, или Gainward. Именно в таком исполнении, в таком ключе мы рассматриваем этот, скажем, этот элемент нашей сборки, потому что, говорю, что что-то больше ставить смысла не вижу. Это будет, как минимум, дорого. И процессор, все-таки, 4 ядра, 4 потока, он не даст на полную раскрыться более мощным карточкам. 85 ватт потребления. Блок питания 300 ватт рекомендуемый, но при этом есть 6-пин. Ну, опять же, как правило, в недорогих блоках питания 6 пин идет уже где-то от 400 ватт. Мы ее также добавляем. Говорю, это очень такой вариант. За эти деньги самый, наверное, лучший. Если не самый лучший, то достаточно неплохой. Именно здесь ключевая особенность это в цене. Мы, скажем, если хотим взять эту сборку с именно с этой видеокартой, как видим, наличие здесь только в трех магазинах. Они пользуются спросом у майнеров, пользуются у домушников, у всяких ребят, которые собирают сборки в сервисных центрах. Это какие-то ОМ, сборщики, производители и так далее. Эти карточки, они в большом количестве не представлены, потому что они выкупаются прямо со склада. Люди просто вот на них даже они в готовой сборке ставятся, там где потом пломбируются на трехлетнюю гарантию. Вы покупаете там крутые комплектующие, там GTX 1050T, это все классно. Но люди стремятся поставить туда недорогие карточки с целью поувеличить свою прибыль. Здесь как бы все понятно. И вот такой вот корпус. По корпусу я сильно много рассказывать не буду. Единственное, что мне нравится в этих корпусах от производителя Dexp, большой, скажем, выбор по дизайну. И при этом всем они поддерживают и micro ATX, и mini ATX, и стандарт ATX. И видим здесь число внутренних отсеков 3,5 дюйма 2 отсека. И тем же самым, скажем, еще плюсом можно считать, в этом корпусе 370 миллиметров видеокарт можно сюда впихнуть. Корпус современный. У него, хотя и верхнее расположение блока питания, все его, скажем, внутренние отсеки, они оптимизированы и под грамотный кабель менеджмент, и по установку, ну вот скажем, и таких достаточно габаритных видеокарт. Так говорю, за свои деньги это очень хороший корпус. Его можно и для офисных сборок, и все сборки до 40 тысяч на нем можно собирать. Говорю, вот самая ключевая особенность, что он современный. Он дает возможность ставить крупные видеокарты 1050, хотя это, в принципе, не маленькая карта. Насчитали. А теперь переходим к блоку питания. И вот в качестве блока питания я выбрал Aerocool VX 400W. Говорю, корпус блок питания достаточно современный, и это можно посмотреть, вот исходя из этих характеристик. По 12-ти вольтовой линии он выдает 27 ампер, все суммарно дает нам 324 ватта. Это очень хороший показатель. Это как раз показатель того, что он умеет работать с дополнительным питанием видеокарт. Здесь, видим, основной, скажем, весь КПД уходит именно в 12 вольт. Это признак того, что блок питания оптимизированный под современной конфигурацией. Мы также это добавляем, и у нас получается 32 746 рублей. Ну, 32 750. Итого мы еще кратко посмотрим, что у нас есть. У нас есть Ryzen 3 2200G процессор. Неплохой, но, опять же говорю, меня смущает видеоядро. Мне оно лично не нужно, как и большинству моих подписчиков. Если есть возможность взять Ryzen 3 1200 или 1300X и сэкономить там 1200-1500 рублей, можно смело брать их. Тех же 200-300 МГц частоты, они какой-то критической роли играть не будут, но, тем не менее, у вас будет возможность гарантированно взять материнку, не прошивая BIOS. Любой A320 чипсет прошлое поколение Ryzen спокойно запускает. Память GoodRam 4 гигабайта, именно здесь две планки, суммарная стоимость 5400. Видеокарта Polit будет стоить 12000. Ну, опять же, она есть не во всех магазинах, ее придется поискать, но поверьте, это того стоит, потому что за 14-15000 она уже не выглядит с той хорошим приобретением, а вот за эти деньги, это как раз такой вариант на сегодня, за приемлемую сумму. Именно самое главное, это приемлемая сумма, которая вот, переплата относительно 10.50, которая стоит там 9.5, 10, 10.5. То есть, здесь такая небольшая переплата в виде 2000 рублей, она до существенной прироспроизводительности, поэтому эту карточку я рекомендую. Корпус, я уже все объяснил, это очень хороший вариант, блок питания, это самый такой базовый-базовый вариант, но, тем не менее, для этой сборки его достаточно. И, как мы видим, у нас здесь нет жесткого диска, но, опять же, по жесткому диску я скажу, что если жесткий диск вы все-таки возьмете со своего старого компьютера, благо это очень просто сделать, все современные жесткие диски, там 5, 7, эту и 10-летней давности, они все имеют разъем SATA, и на 250, 320, 575, 750 это как раз будет SATA. SATA-1, SATA-2, SATA-3, а у них есть у всех обратная совместимость, единственное, что если он там контроль памяти стоит, старый, то, конечно, скорость чуть-чуть потеряется, но это не столь критично, соответственно, мы можем сэкономить там две с половиной-три тысячи рублей на жестком диске, и более того, мы сейчас пойдем дальше. Мы насчитали 32 746 рублей, и если у вас есть компьютер, в котором стоит хотя бы ФСП, Чифтек или такой же Аракул, Залман там на 400-450 ватт, этому блоку питания не более там трех лет, есть такие варианты, что люди покупают какие-то сборки с красивым корпусом, там вроде неплохой блок питания, но характеристики очень слабенькие, и такие сокеты типа М3, FM2 или какой-нибудь 775, 1156, это сокеты уже по большей части своего отжили, там и DDR3, и DDR2 память, и очень, скажем, такие сборки древние. В некоторых офисных компьютерах они еще ставились, или какой-нибудь у вас там селерон, вы не хотите, скажем, этим заморажься, вы покупаете новую сборку, но тем не менее корпус и блок питания у вас есть. Корпус подойдет любой, а вот блок питания желательно от 400 ватт и по 12-вольтовой линии, чтобы он выдавал как минимум 300 ватт. Мы убираем это, и тем самым получается, что процессор, материнка, память и современная видеокарта, обойдутся на менее 30 тысяч рублей, вы это можете впихнуть в свой старый компьютер, какие-то железяки еще продать, реально, вот говорю, в такую конфигурацию, можете вписаться там в 30 тысяч, это очень, это очень неплохой вариант, при том, что, говорю, видеокарта, это реальная игровая видеокарта, современный процессор, материнка, это, ну, как бы, это все актуальное железо в 2018-18 года. Всем спасибо, всем пока!